Что можно посоветовать? Какие факторы на это влияют? Разные сегменты чувствуют себя по-разному. Недвижимость. Просто о сложном. Авторская программа Натальи Ашихмины. Всех приветствую в эфире передачи «Недвижимость. Просто о сложном». И я ее автор и ведущая Ашихмина Наталья. У нас сегодня очень интересная тема и очень интересные уважаемые мной гости. Елена Галеева, заместитель начальника Департамента экономического развития и предпринимательства администрации города Кирова. И Елена Донского, ИО-заместителя главы администрации города Кирова, ИО-главного архитектора города. Здравствуйте. В последнее время очень модной стала тема инвестиций. Она у нас прорабатывается как на уровне области, на уровне города. И даже ездят инвестиционные десанты по районам области. В Кирове, я думаю, более такой повышенный интерес к этому. И многие, наверное, удивятся, при чем здесь недвижимость и инвестиционные проекты. Но в первую очередь под большой инвестиционный проект нужны земельные участки и объекты недвижимости. Сегодня поговорим об этом. В СМИ и на различных комиссиях озвучено, что подготовлено 37 земельных участков для потенциальных инвесторов. Поделитесь, пожалуйста, в каких именно районах города сформированы площадки? Добрый день, Наталья Александровна. Да, действительно, сформировано 37 земельных участков в различных районах города. Информация о имеющихся в администрации города муниципальных земельных участках размещена на официальном сайте администрации города Кирова, Киров.РФ, в разделе «Вкладки бизнесу». Кроме того, администрации города на постоянной основе осуществляется информирование субъектов предпринимательства и потенциальных инвесторов через социальные сети ВКонтакте. И информация отправляется, актуализированная информация отправляется в агентство инвестиционного развития для привлечения инвесторов, в том числе и из других регионов. И сейчас, наверное, вопрос к Елене Владимировне. Все мы знаем, что у нас оборот земельных участков осуществляется в соответствии с правилами землепользования и застройки. И новым генпланом города. Это немаловажный фактор, так как инвестор должен просчитать, с какими сложностями ему придется столкнуться, да и предварительно нужно прикинуть возможности реализации проекта. А с какими характеристиками сформированы участки, мы не будем перечислять, конечно, все 37, но большая часть. Участки представлены собой совершенно разные, под разные запросы и имеют площадь от несущественной, такой, так скажем, например, от 1500 квадратных метров до нескольких гектаров, например, до 10 гектаров. Соответственно, предприниматели могут и заинтересованные лица могут обращаться с любым запросом на вот эти открытые источники, изучать информацию уже о сформированных земельных участках. Они имеют площадь, имеют параметры соответствующие, которые можно с территории, то есть имеют определение, вид разрешенного использования. Если по каким-то критериям заинтересовало, например, местоположение земельного участка, но при этом не отвечает вид разрешенного использования, либо площадь слишком большая, либо еще какие-то изменения. Такие предложения мы тоже принимаем. Они рассматриваются на соответствующих рабочих группах на приеме, осуществляются консультации предпринимателей. И в случае, если это возможно, то, собственно говоря, рекомендуется обратиться с соответствующим заявлением о внесении изменений, например, в правила землепользования и застройки для уточнения каких-либо параметров, ну, либо просто приведение в соответствие с видом, которые уже определены правилами. То есть изменение тех характеристик, которые в публичном пространстве находятся, в принципе, это все возможно, все обсуждаемо. А, если я правильно поняла, вы предвосхитили мои следующие вопросы. Администрация будет способствовать, то есть все там департаменты, отделы тому, чтобы привести участок по тех характеристикам, которые предпринимателю интересны. Понятно, что это только будет в рамках законодательства, и каким-то образом смогут ли сократить при этом сроки, еще что-то. Насколько я знаю, у нас все очень длительно, особенно там внесение изменений в правила землепользования, застройки, там виды разрешенного использования. То есть насколько настраиваться предпринимателю, на какой срок, если он выбрал себе участок? Вы совершенно правы, потому что от некоторых факторов могут зависеть и сроки тех или иных изменений, и в конечном итоге образование земельного участка для предоставления. Потому что образованный земельный участок, который имеет характеристики, виды, на котором можно в соответствии с параметрами, которые определены для этого земельного участка, что-то построить. В настоящее время на уровне федерального законодательства много упрощений было сделано в части проведения публичных слушаний, сокращения сроков рассмотрения, и эти все сроки значительно уменьшены. На сегодняшний день и оценка земельных участков, которые предоставляются с торгов для строительства, не проводится и берется от кадастровой стоимости. Поэтому здесь сроки уже минимально сокращены, и здесь нужен только запрос. Если все характеристики, которые, еще раз говорю, находятся и установлены для конкретных участков, по каким-то причинам не соответствуют. То есть зеленый свет для всех работ под инвестиционные проекты. Да, единственное здесь может быть нюанс, если намерения все-таки выбиваются, не будут соответствовать санитарным правилам, а это разрывы до жилых домов, если это какая-то производственная деятельность. Разрывы, они могут быть разные от 50 метров и выше. Поэтому здесь, конечно, могут быть ограничения, связанные с соблюдением санитарных норм и правил. Да, немножко поделюсь уже практическим опытом. Был у нас заказчик, заинтересованный лицо под потенциально инвестиционный проект «Сформировать участок». И когда мы начали разбираться, действительно, это не просто так. Вот ткнул место на публичной кадастровой карте, сделал схему за 15 минут и сдал. Тут Елена Владимировна правильно сказала, нужно очень много параметров учесть. Нужно понимать, какое задание посадить на участок, проанализировать смежников и так далее. Очень много факторов. Недвижимость. Просто о сложном. Авторская программа Натальи Ашихминой. Следующий вопрос. Да, у нас вот есть 37 участков. Потенциальные инвесторы могут принимать во внимание только эти участки или они могут найти участок самостоятельно и выйти с этим предложением к вам, что вот мы хотим в этом районе города участок под инвестиционный проект? Конечно, могут. И в настоящее время такие обращения поступают. Я хочу тут немного, наверное, о законодательстве поговорить и сказать о том, что это не является муниципальной услугой, когда можно заявление подать в многофункциональные центры. Но при этом есть порядок обращения граждан с просьбой тот или иной земельный участок образовать. Такие предложения поступают в порядке обращения в любом виде, по почте, либо по электронной почте, либо путем предоставления заявления в администрацию. Мы рассматриваем эти обращения и такие земельные участки образуем силами администрации города. То есть мы только запрос нам нужен на характеристики площадь, какой вид будет и какой класс опасности будет представлять объект. То есть чтобы понимать, какая сан-зона будет. Да, да, совершенно верно. Вот это тот минимальный набор информации, который нужен для обработки и обратной связи. Возможно здесь образование такого земельного участка для какого-то инвестпроекта, либо нет. И тогда у меня назрел вопрос, вот вы сказали, что вам уже поступает обращение и так далее. Проявляется ли заинтересованность предпринимателей в данных инвестиционных проектах? Много ли поступает заявлений или только пока единичные случаи? Заявления такие, поскольку я непосредственно именно такой работой занимаюсь, одно из направлений, которые я веду, соответственно, конечно, я каждый день сталкиваюсь с такими вопросами, запросами, ответами, которые приходится давать. Да, много формируется таких предложений, заявок и ответов. Сколько земельных участков по результатам предоставлено, конечно, я не готова сейчас ответить. Но заинтересованность есть. Да, есть заинтересованность. Если это торги, то это на сайте Киров.РФ в разделе «Муниципальная собственность» торги по продаже права аренды. Там в режиме онлайн можно посмотреть, сколько продано участков и сколько сейчас уже есть на аукционе. То есть это не всегда индивидуальное жилищное строительство, там есть и коммерческие уже земельные участки. Это в том случае, если земельный участок для строительства предоставляется с торгов. Работая в этой сфере, я знаю, что у нас очень сложно с производственными площадками в черте города, особенно в соответствии с новым генпланом, что в черте города производство строить нельзя. Под что больше заявки идут? Под производство, под коммерцию, еще под что? Если мы говорим о существующих уже промышленных площадках и о их расширении, как правило, предприниматели заинтересованы в каких-то складских помещениях. Они как раз имеют самый маленький класс опасности даже по границам участка, потому что это для складирования, они ни шум, ни негативное влияние не оказывают на среду, которая расположена рядом, и, соответственно, это самые востребованные земельные участки. По ним как раз есть и процедуры, и образование, и в Октябрьском районе. То есть уже практика наработана? Да, сегодня буквально предприниматели были, это Нововятский район в Радужном, у промплощадки где-то территориальную зону менять не придется, просто образование участка, где-то даже мы будем вопросы рассматривать, связанные с несением изменений в генеральные планы, то есть спектр очень большой. Ну, перед вами ставят задачу, вы ее решаете? Конечно, конечно. Из этого тогда следующий вопрос. Да, вот очень часто, когда образуются участки из муниципальных земель, еще что-то, процедура должна проводить администрация, за свой счет они проводят, и там это все через торги, аукционы, на это нужно время. В этом случае может ли заинтересованное лицо сделать работы за свой счет, приветствую, у вас есть и такая практика, чтобы не администрация, так как это длительные сроки, а более краткие сроки, заинтересованное лицо за свой счет сделала? Тут надо разложить эту историю по порядку, каким образом образуется земельный участок из государственной неразграниченной собственности. Очень кратко попытаюсь объяснить, это составление межевого плана и основание, по которым такой межевой план составляется. Таким основанием является утвержденная схема. Так вот, утвержденную схему администрация только может утвердить. То есть заинтересованное лицо по собственной инициативе земли, которые ему не принадлежат, просто в соответствии с законом не сможет поставить на кадастровый учет. Поэтому основным, что может сократить сроки формирования, это по максимуму проработанный для себя некий предпроект, то есть конкретные земельные участки, проанализированные смежники, понятный проход проезд к такому участку, какая будет деятельность и вот охватит ли земельного участка под мои планы. То есть это уже конкретно нужно работать и с проектировщиками, просчитывать все параметры. То есть если это все проработано... Может быть тут не хватит земли, где хотят. То в принципе все остальные процедуры занимают очень короткий промежуток времени. Замечательно. Работа по инвестиционным проектам у нас в области осуществляется по 51 закону. Он подразумевает определенные финансовые вложения под каждый определенный вид деятельности. Знаю, когда были в агентстве инвестиционного развития на встрече, что сейчас разрабатываются изменения в этот закон и несложно предположить, что это, вероятнее всего, увеличение финансовой составляющей. Можете ли поделиться, какие именно изменения? И, по вашему мнению, повысится ли после этих изменений интерес у бизнеса, особенно МСП, к инвестиционным проектам или МСП, как вообще отметут, потому что им будет неподъемный. И так там где-то от 30 миллионов идут вложения. Работу над этим документом сейчас проводит уполномоченный орган власти Кировской области. Это Министерство имущественных отношений. В настоящее время прорабатывается механизм наиболее благоприятных условий для получения земельных участков без проведения торгов. Министерство собирает предложения городов и районов области, рассматриваются на рабочих группах министерств по вопросам снижения каких-то ставок льготных для них, для снижения налоговой нагрузки, а также, возможно, снижение численности рабочих мест для районов в связи с автоматизацией производства. Но в целом говорить что-то конкретное пока еще рано. Идет работа над этим документом. И думаю, что будет он сформирован так, чтобы потенциальные инвесторы как можно больше могли его использовать для получения земельных участков без проведения торгов. И когда у нас новая редакция этого закона появится? Ну, министерства над этим работают. В этом году можно ожидать. В этом году, думаю, да. Начало нового делового сезона после отпусков. В продолжении, в Кировской области у нас не так давно появилось государственное учреждение агентства инвестиционного развития. Каков его основной функционал и какие у них полномочия? Кировское областное государственное учреждение было создано в январе 2023 года. ОНОК является специализированной организацией по осуществлению деятельности, направленной на улучшение инвестиционного климата в Кировской области и привлечении частных инвестиций в экономику города. Агентство оказывает услуги по сопровождению инвестиционных проектов по принципу одного окна, а также предоставляет всестороннюю информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства. Более подробной информацией, я думаю, можно ознакомиться на официальном сайте этого учреждения. Находится он территориально Комсомольская, дом 10. Контактные телефоны тоже можно увидеть на сайте. Но это такой своеобразный многофункциональный центр для работы с инвестиционными проектами. Правильно я понимаю? Правильно. А вот скажите тогда такой момент. Да, инвестиции у нас развивается, область все. Есть ли у нас при администрации города какой-нибудь общественный совет, комиссии или еще что-то подобное по инвестиционной политике? Есть ли дату представителей каких служб и объединений входят в эти комиссии? И могут ли сейчас, уже когда комиссии начали работу, войти кто-то в состав заинтересованные лица, которые действительно хотят не только свой проект развивать, но и помогать развиваться? И каким образом это можно сделать? Ну, во-первых, скажу, что основные полномочия и функции по реализации инвестиционной политики в администрации города возложены на Департамент экономического развития, который в своей деятельности, конечно же, взаимодействует со структурными подразделениями администрации города. Это Управление архитектуры, соответственно, Департамент муниципальной собственности, которые наделены полномочиями по предоставлению либо земельных участков, либо каких-то имущественных комплексов. Ну и, конечно, в администрации создан Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, на заседании которых в том числе и рассматриваются инвестиционные направления. Членами Координационного совета являются, конечно же, представители власти различных уровней, общественники, депутаты, ну и, конечно, бизнес-сообщество города. И если подытожить нашу краткую встречу, говорить можно здесь много и долго, и не один час, то, мое мнение, бояться не надо, работать с инвестиционными проектами, и, как я поняла, моих гостей, что это не только под новое производство, это можно под расширение существующего производства. Соответственно, надо придумать, прийти, взять и победить. Контакты все есть в администрации, в правительстве, в агентстве инвестиционного развития. А вы можете, я думаю, в любой момент обратиться туда с вопросом, вам никто не откажет и всегда помогут. На этой прекрасной ноте я хочу поблагодарить Елену Анатольевну и Елену Владимировну за то, что они согласились прийти и ответить на мои вопросы. Всем хорошего дня и до свидания. До свидания. До свидания. Недвижимость просто по-сложному.